Привет всем любителям физкультуры и спорта! В эфире очередной выпуск программы «Реальный спорт Ульяновск». Я его ведущий Михаил Арсашанский. Я не устаю напоминать, что это проект Олимпийского совета Ульяновской области. Сегодня мы с вами побываем на тренировке у Волги хоккейной и футбольной. Вспомним, как ульяновские спринтеры в очередной раз оставили неудел всех своих российских соперников. А также познакомимся поближе с новым лидером сборной Ульяновской области по биатлону Романом Сурневым. И сделаем все это вместе с нашим гостем, председателем федерации кикбоксинга Ульяновской области Владимиром Шияновым. Здравствуйте, Владимир! Здравствуйте! Кроме того, что вы руководитель спортивной федерации, вы еще и депутат Гордумы, а также заслуженный тренер России. Не много ли нагрузки на одного человека? Я считаю, если человек такой стремительный и целеустремленный, не много, но в любом случае один в поле не воин, и нужна команда, которая распределяет обязанности, и каждый работает над своей темой. Судейский корпус, тренерский совет у нас есть, федерации руководства, федерации тренера. И что очень приятно, то, что сейчас многие тренера, молодые, смотрят на эту позитивную динамику и тоже подтягиваются в команду, и тоже берут некоторые поручения и выполняют их. Это самое главное, я считаю, чтобы молодежь тоже была взаимодействовать со всей командой. Это самое главное. Кстати, в лекаритической эстафете вся нагрузка тоже распределяется на всю команду. Мужская сборная Ульяновской области не исключение. Эти кадры обошли все спортивные каналы страны. Ульяновский легкотлет Ильфат Садеев танцует прямо на беговой дорожке. Только что вместе со своим партнерами по сборной региона он выиграл эстафету 4 по 100 метров в рамках первой всероссийской летней спартакиады. Дело было в Челябинске. Ну это же победный танец. Повтор с 2020 года. Просто его повторил. Вот, поэтому мне еще и заранее многие подходят, спрашивают, что сегодня танцы будут. Танцы будут. Я говорю, ну если победим, говорю, обязательно будут. Даже на автомате все и показалось. У своего главного конкурента из Краснодарского края Садеев выиграл считанные мгновения, довершив дело, начатое Алексеем Юфимовым, Игорем Образцовым и Артемом Федотовым. Именно в таком порядке они передавали друг другу эстафетную палочку. И была в этом тактическая хитрость тренерского штаба. Первый этап доверили Юфимову, а прежнего забойщика Образцова поставили на второй этап. Второй этап – это самодельный этап. Это надо принять палочку, отдать палочку и по прямой бежать. Вот решили попробовать так. Мы с Алексеем Юфимовым поменялись. Алексей Юфимовым как раз специализируется на 200 метров. И он очень хорошо вираж бежит. Но мало кто заметил, что был момент, когда ульяновская команда была на грани провала. Артем Федотов, ожидая, когда Игорь Образцов передаст ему эстафету, едва не выбежал за пределы допустимого коридора без палочки. Игорь бежит очень быстро. И меня еще эмоции переполняли. Я выбежал раньше фуры. По эстафете метра на два, наверное. Мне пришлось остановиться прямо перед самым коридором. Потому что крик был не об команда на внимание передачи палочки, а стой. К счастью, обошлось без нарушения правил. Садеев примчался к финишу первым. Станцевал свой победный танец, радуясь не только первому месту, но и рекорду области. А вся сборная региона положила в свою копилочку очередные золотые медали престижных стартов. Ранее команда не раз побеждала на чемпионатах страны. К победе привыкнуть нельзя. Каждый раз мы нервничаем, мы переживаем и мы ждем этот момент. Но, конечно, если он не наступает, то для нас это глубокое огорчение. Потому что мы знаем, что мы можем победить. Триуфальные эстафеты в Челябинске, а также победы Игоря Образцова на 100-метровке, мужская сборная региона фактически закрыла летний беговой сезон. И я и стала стартовать только на чемпионате страны по эстафетному бегу. Состязания хоть и престижные, но без классических дисциплин в программе. Владимир, в последние годы кикбоксинг в Ульяновской области стал очень массовым. Десятки секций, в которых занимаются и дети, и взрослые, а на мастер-классы ведущих спортсменов приходят десятки, а может быть даже и сотни детей. Вот чем вы объясните такую привлекательность вашего вида спорта? На самом деле не сотни, а даже, наверное, сотни и тысячи детей приходят на мастер-классы. Сейчас я считаю, что кикбоксинг действительно хорошо работает на территории Ульяновской области. Это все дело в том, что, опять же, работа всей федерации первая. Второе, проводят мероприятия очень много, как вы сказали, и мастер-классы, и какие-то там всероссийские международные соревнования. Мы пытались и брать такие профбои, то есть интересные, чтобы люди приходили не на обычные соревнования, а что-то новенькое было, фишки расставляли какие-то. И действительно народ шел. Я считаю, что он не только физическое качество развивает, но и патриотическое тоже несет такое веяние, потому что многие у нас ребята, которые и служат, и в силовых структурах работают, все многие из кикбоксинга. Но в свое время я тоже выбрал этот вид спорта, кикбоксинга. А вот Ульянс Романсурни в свое время выбрал не единоборство, а биатлон. И, похоже, об этом сейчас вообще не жалеет. До снега еще далеко, но у ульяновского биатлониста Романа Сурнева жаркая пора. Тренировки одна за другой. И, конечно, не на лыжах, а на лыжероллерах. Не те все равно ощущения. Здесь как бы и техника другая, и все-таки на лыжах как-то скольжение. И тем не менее они все равно включены в тренировочный процесс. Минувшим летом Сурнев неожиданно для себя и многих специалистов обнаружил. Гонки с общего старта и гонки преследования у него получаются лучше, чем индивидуальные дисциплины. Доказательство – пятое место на Кубке Содружества в Сочи в масс-старте в соперничестве с представителями сборной России. Когда соперник рядом, хочется его обыграть. И из-за этого включаются какие-то другие эмоции. И ты понимаешь, что ты начинаешь работать более смелее. И тебе хочется и уже на стрельбе отстреляться побыстрее, и, соответственно, по трассе бежать чуть быстрее. Результаты трех гонок в Сочи в очередной раз показали. Сурнев прочно занял место лидер областной биатлонной сборной. Хотя еще недавно был в тени Юрия Шопина – победителя всемирной зимней универсиады. И, похоже, бремя флагмана на романа, если и давит, то совсем немного. Это некая ответственность. Люди уже на тебя смотрят, ориентируются на тебя. И уже, соответственно, требуют от тебя более высоких результатов. Мы с Юрой работаем сейчас, так сказать, в дуэте. И, на самом деле, он для меня все равно остается мотиватором. Так или иначе, несмотря на то, что я на данный прыжок времени его обыгрываю. Быстрый бег по дистанции, но не самая точная стрельба. Сурнев не отрицает, что ему надо совершенствовать свои действия на рубеже. Причем дело не в технике, а во внутреннем состоянии, говорит сам Роман. Я уже готов быть в топе, в топ-3, допустим, регулярно. Но, наверное, еще пока психология не позволяет мне этого сделать. Так как раньше я был на задних планах и занимал достаточно низкие позиции. Сейчас это просто переломный момент, когда мне надо осознать, что я способен уже быть в лидерах. И шансы, чтобы реализовать свои амбиции 29-летнему биатлонисту, представятся в конце сентября. В городе Чайковске Пермского края пройдет чемпионат России на лыжероллерах. Сурнев убежит там индивидуальную и спринтерскую гонки, а также и стафету. Владимир, а вы любите спортивные игры? Конечно, спортивные игры – это базовые виды спорта для любых видов спортов. То есть для единоборств. Хоккей, футбол, настольный теннис. Без них никак, наверное, не обходится. Даже в лагере мы всегда играем. Футбол, волейбол. То есть это такие виды спорта, которые все виды спорта играют в них. А вот у нас в области две «Волги» – хоккейный и футбольный. Вам какая больше по душе? Я каждый спорт уважаю. И футбол, и хоккей. Думаю, что здесь нельзя разделиться. Но посещаю матчи очень редко из-за своей занятости. Но топовые игры я прихожу, смотрю. Ну что ж, а мы давайте перенесемся в завод же Ульяновска, где хоккейная «Волга» готовится к финальному этапу Кубка России и старту чемпионата страны. Пожонглировать футбольным мячом для хоккеистов – святое дело. Именно так начинается каждая тренировка ульяновской «Волги». Команда готовится к очередному своему чемпионату России. Он стартует через два месяца – в начале ноября. Коньковым ходом. Вперед в сторону. Толчок у вас. Смотрите внимательно. Толчок. Но официальный сезон уже начался. На первом этапе Кубка страны, который прошел в Кемерове, волжане заняли четвертое место в своей отборочной группе и пробились в четвертьфинал. Болельщики-специалисты называют этот результат маленьким подвигом. Все три победы, что добыли волжане – волевые. Большого льда практически вообще не имели сразу. Но и даже ледовой подготовки у нас было меньше, чем у многих команд, которые ниже нас оказались в турнире на таблице. Значит, мы правильно работали. Значит, ребята поняли, что надо стремиться даже и в таких условиях показывать результат. Одну из своих зачетных кубковых побед волжане держали над мурманским Мурманом. Именно оттуда в нынешнем межсезонье перешел единственный новичок «Волги» – бортовой полузащитник Сергей Лихачев. 27-летний хоккеист говорит, что на переезд в Ульяновске его подвигло наличие в регионе «Волга-спорт-арены», где можно тренироваться практически круглый год. Честно говоря, в данной ситуации финансовый аспект вообще играл последнюю роль. Я шел в первую очередь в условия тренировочного процесса, чтобы, так сказать, повысить свой уровень мастерства. Но вот парадокс. Именно в нынешнем межсезонье «Волга-спорт-арена» пока безо льда. По итогам проверки Ростехнадзора суд наложил вето на эксплуатацию морозильных установок. И пока идет устранение различных недочетов, хоккеисты тренируются в шайбовых коробках «Фоков-лидер» и «Аксель». Компенсация все-таки есть, она присутствует, но приходится большим количеством времени уделять в коробке, чем на большом льду. Все ждут, все переживают, когда же уже, когда будет у нас большая наша любимая «Волга-спорт-арена». Лед ВСА появится не раньше середины октября. Такие сроки называют руководители дворца спорта. До этого времени в Хабаровске «Волга» сыграет четвертьфинал Кубка страны против одной из сильнейших команд России – «Сканевтяник». Шансов на полфинал мало, откровенно говорят в самой «Волге». Но обещают взять с собой на Дальний Восток ульяновский характер, который в полной мере проявился на первом этапе этих соревнований. Вы всю свою жизнь в кикбоксинге, а дочки ваши занимаются художественной гимнастикой. Супруга настояла? Супруга у меня, да, из художественной гимнастики, мастер спорта, тренер. Ну, конечно, выбор за ней, потому что, ну, я не знаю, мама должна быть примером для своих дочек. Ну, и, конечно, папа, но здесь больше все-таки мы видим, что мама как бы их забрала, потому что она тренер. Может быть, если не тренировала бы, может, и не было этого. Ну, вот, да, выбрали художественную гимнастику. Есть ли у вашей семьи свободный воскресный вечер? Куда отправитесь? На самом деле их очень редко, потому что либо у нее мероприятия спортивные, я хожу, смотрю. Если мои мероприятия, она приходит, все семьи, мы смотрим мероприятия. Вот, а так мы посещаем, если вот прям вот какие-то выходные, там, ну, буквально, как все нормальные люди, это кино, цирк, театр, там, ну, стараемся быть вместе. Вот, но эти выходные мы с ней и со всей семьей будем посещать Волгу-спорт-арену. В воскресенье в 5 часов вечера будет фестиваль леденоборств. Будут очень классные бои, будет жарко, я хочу вас всех пригласить на это мероприятие. Ну, что ж, а в то время, как Ульяновск будет принимать фестиваль леденоборств России-Беларусь, футбольная Волга сродится в гостях с астраханским волгарем. И давайте посмотрим, как команда готовится к этому ответственному матчу. В футбольной Волге очередной новичок. Как и всех предыдущих новобранцев, партнеры по команде приветствуют его необычным, но традиционным способом. Этот новичок хорошо знаком ульяновским болельщикам. 26-летний форвард Евгений Воронин. За ульяновский клуб он уступал ранее на протяжении двух лет. А в 2019-м за рекордные 3 миллиона рублей отправился играть в КамАЗ, с которым из второй лиги вышел в первую, а затем транзитом через Красноярский Енисей вернулся в Волгу. Потому что хочу играть, хочу помогать. Дай бог, у меня это получится. Потому что команда тут довольно хорошая, собранная. Поступило предложение, так как у меня в Енисении все складывалось, много не получалось. Я немножко решил попробовать свои силы в Ульяновске. Возвращением Воронина для Волги захлопнулось трансферное окно 2022 года. Теперь до зимы перемен в составе «Волжан» не предвидится. Кроме хорошо знакомого нападающего, ульяновский клуб в последнее время пополнили защитник Александр Гапичкин, воспитанник Ростова, полузащитник Александр Сапета, на его счету почти 170 матчей в российской премьер-лиге и белорусский легионер, вратарь Андрей Климович. Своеобразная бригада спасателей для ульяновской Волги. Спаситель один на небе у нас, а я пришел на свою позицию помочь команде. У нас каждый на своей позиции, можно сказать, должен делать свою работу. Вот и все. Поэтому я отношусь к этому. Пригласили, да, моя задача помочь команде. И остальные ребята должны делать то же самое. В дебютном для Климовича матче «Волга» на выезде сенсационно обыграла Владикавказскую «Аланию», идущую на втором месте. Однако этот успех не позволил «Волжанам» уйти из зоны вылета. В болельческой среде ходит настроение, что надо заменить тренерский штаб. Впрочем, руководство клуба к таким кардинальным мерам пока не прибегает. Да любой тренер, мне кажется, всегда чувствует давление. Проиграли игру, и смена тренера может произойти. Но нам нельзя унывать, нам надо идти вперед. Естественно, работать плодотворно, тогда будут и набранные очки, и результат. Ни в коем случае опускать руки нельзя. В ближайшее воскресенье «Волги» играть в Астрахани против «Волгаря», у которого одна из самых надежных линий обороны в первой лиге. Правда, и нападение не блещет. Поэтому у «Волги» шансы на благополучный успех будут. Главное – ими воспользоваться. На этом время наша передача подошла к концу. Сегодня у нас в гостях был реальный заслуженный тренер России по кикбоксингу, реальный председатель федерации кикбоксинга Ульяновской области Владимир Шиянов. А с вами был «Реальный спорт Ульяновск». До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова